Всем огромный привет! Сегодня у меня еще один рецепт вкусной выпечки. Готовить я буду дрожжевые рогалики с вареньем. Также такие рогалики очень вкусно получаются с вареной сгущенкой. Первое, с чего нужно начать, это растворить дрожжи в теплом молоке. В просеянную муку добавляю сахар, соль и все хорошо перемешаю. Яйцо нужно слегка взбить и также добавить муку. Сюда же добавляю дрожжи с молоком, все хорошо перемешаю и в последнюю очередь добавляю растительное масло. Растительное масло можно заменить на растопленное сливочное масло. Тесто буду вымешивать примерно 5-7 минут и при необходимости посыпаю стол мукой. В итоге должно получиться вот такое вот однородное мягкое тесто, которое абсолютно не липнет к рукам. Пока я занималась тестом, у меня духовка грелась при температуре 20 градусов. Сейчас выключаю духовку и отправляю туда тесто на 40 минут. Тесто у меня увеличилось в 2 раза, теперь его обминаю и делю на 7 частей. Готовые шарики теста накрываю пленкой и оставляю отдохнуть минут на 10. Для начинки я сварила варенье из клюквы, которую мы замораживали летом. Кто не смотрел видео, ссылку я оставлю в описании. Также в следующем видео покажу вам, как самому сварить домашнее в клюквенное вкусное варенье. Если вы будете использовать жидкое варенье, для того, чтобы оно не растекалось, его лучше немножко загустить. Это можно сделать крахмалом, мукой. В моем случае это овсяные хлопья, измельченные в блендере. Пропорции я обязательно напишу вам в описании. Тесто отдохнуло, теперь раскатываю его в овальную форму толщиной примерно 3 мм. После того, как хорошо склеили край, можно нарезать полосочки. Обязательно их немного расправим и будем заворачивать рогалик. По желанию, вы можете сделать частые надрезы и получите больше полосочек. Рогалики готовы. Теперь можно включить духовку на 180 градусов. Пока духовка будет греться, рогалики немного поднимутся. Смазываю рогалики взбитым яйцом и отправляю выпекаться. У меня рогалики выпекались ровно 25 минут. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Как только верх и низ подрумянился, все готово. После выпекания рогалики накрываю полотенцем и даю им полностью остыть. Вот такие получаются красивые, мягкие и вкусные рогалики. На второй день они, конечно же, будут уже не такими мягкими. Но если их отправить на 10 секунд в микроволновку, вы получите снова мягкую выпечку, как будто только из духовки. Надеюсь, видео было для вас полезным. Попробуйте приготовить и пишите свои комментарии. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!